Всем привет по поводу вчерашней трагедии в Казани. Не хочу заниматься конспирологией, как некоторые мои коллеги уже начали высказываться, да, что это все было срежиссировано для того, чтобы с рынка гражданского оружия убрать там некоторые виды вооружения, ужесточить правила, об этом много сейчас говорят, не хочу. Давайте руководствоваться тем, что у нас есть, по крайней мере на данном этапе. Сейчас попытаюсь привести какие-то аргументы, да, почему я считаю вот именно так, а не как по-другому. Досмотрите до конца и все поймете. Трагичная программа сегодня. Поехали! По поводу рынка оружия об этом скажем чуть позже, а начать-то предлагаю вот с чего. Ну давайте первое. Первое, что вся эта история, в самую первую очередь, простите меня за тавтологию, шарахнула по носу на самом деле самому Путину, и вот почему. Вспомните, в воскресенье, 9 мая Путин проводит парад, и парад он проводит не для нас с вами. Да-то мы думаем, для нас, для ветеранов, нет. Это понты, это показуха, показать всему миру, что вот мы какие крутые, вот у нас есть оружие, вот у нас есть армия. Собственно, это и произошло в воскресенье, когда пропагандисты выпрыгивали из трусов на всех каналах, кричали именно об этом, что вот она, наша непобедимая Красная Армия, вот она, сила русского оружия, там бряться ли в очередной раз всей этой историей. Да мы не просто можем повторить, если вороги на нас вдруг будут косо смотреть, мы в радиоактивный пепел, да мы вас до Индийского океана будем гнать, всё это, вот эту ахинею несли пропагандисты. И вот повторюсь, в воскресенье проходит парад, а уже там через сутки, спустя несколько часов после всей вот этой вот показушной истории, средь бела дня в городе Казани, а это не абы какая деревня, это Казань, город-миллионник, административный центр, целые республики Татарстан с тысячелетней историей, город, да, и вот средь бела дня в городе Казани какой-то придурок берётся за ружьё И расстреливает в школе там 20 с лишним человек. Слушайте, ну повторюсь, это первую очередь, щелчок по носу Путину, мол, ты вчера ещё всему миру показывал, какой ты крутой, где она твоя крутость, ты детей в Казани защитить не смог. Да и многие вчера, и вы тоже, да, многие из моих коллег как раз о чём-то таком и говорили, высказывались там в соцсетях, записывали видеообращения где-то в ТикТоке, как раз об этом говорили. Да, мы ходим на парады, мы показываем какую-то свою мощь, а как до дела доходит, мы ничего сделать не можем. Да, проф номер два. Если кто-то обратил внимание, когда происходили все вот эти вот события, ещё только-только ничего не было ясно, то есть информация приходила в режиме нон-стоп, обратите внимание, что сразу случилось. В соцсетях начали блокироваться любые статьи, любые посты, вообще любая информация о событиях в Казани. У меня, например, в Одноклассниках я только выложил пост, причём абсолютно безобидный, повторюсь, такой по событиям, что вот на такое-то время, вот случилось, получена такая-то информация, вот пострадало столько-то, а может, ну просто, вот такая сухая информация, он был через 5 или 7 минут заблокирован. Я записал ролик примерно такого же содержания, выложил его на ТикТок, на ТикТоке этот ролик был тоже через какое-то время заблокирован. Многие мои коллеги жаловались и показывали, кстати, вам тоже в эфире, YouTube не выдавал ничего по событиям в Казани, то есть информация намеренно блокировалась. Блокировалась, для чего это делалось, как думаете? Для чего вас держали в информационном вакууме? Да потому что они не знали, что им с этим совсем делать, они не знали, что врать. Да, достаточно посмотреть вот эту маленькую врезку из Соловьёва, которую опять пургу пронёс про СБУ. А ещё хуже выяснится, что за этим стоит поганая СБУ, и потом всё это увязывается в единую сетку, да, и будет всем очень неприятно и очень стыдно. Нет, извини, если это окажется СБУ, то это теракт, проведённый на территории Российской Федерации. Если бы всё было срежиссировано, да, там бы и подготовились, наверное, для определённой информации. То есть эти ребята умеют вести информационные войны, а они бы не устроили вот это вот шоу. Второй момент, значит, какие последовали за этим действия? Ну, первое, то, что сегодня происходит в Татарстане, да, президент Татарстана Миниханов объявил вынужденные каникулы, я с этого офигеваю. Они сегодня там проверяют школы. Вот для меня это абсолютно неадекватное решение, потому что я не понимаю, что их проверять-то, эти школы. Школы тут при чём? Этот придурок мог взять ружьё и пойти там, он мог зайти в автобус и расстрелять людей в автобусе. Автобусы бы проверяли. Он мог зайти в бар по дороге, расстрелять людей в баре, хрена узнает, что у него в башке. Бары бы обвинили, их бы сейчас проверяли. Вот как по мне, да, это абсолютная некомпетентность, потому что проверять надо не школы, проверять надо тех людей, кто этому 19-летнему придурку, по сути ещё ребёнку, выдал разрешение на оружие, кто ставил там свои подписи и на каких основаниях. Тем более, насколько я понимаю, сегодня, да, уже говорят о том, что он, в общем, ку-ку с приветом, то есть он неадекватен, как он проходил эту медкомиссию. Кто-то ставил ведь там подписи, кто-то ведь принимал у него документы. 19-летний пацан, невменяемый, получает оружие. Вот что надо идти копать, вот где надо идти разбираться. Вот что надо, вот этот весь клубок разматывать, и сколько там они ещё стволов таким вот образом раздали. Я не знаю, за деньги или как-то ещё, там, по просьбе чьей-то, да, по чьей-то протекции. В любом случае это называется коррупция. Вот чем надо заниматься, а не школы проверять. Ну и второй момент, да, ещё одного неадекватного решения, это то, как поступил сам Путин, который вызвал своего друга Золотова и говорит, слушай, Золотов, а давай какой-нибудь запретительный закон примем, вот об ограничении, да, на рынке гражданского оружия. И все тут же зацепились за это, сказали, вот-вот-вот. Ради этого всё и затевалось. Ну, ребят, давайте начнём с того, что ни один закон ограничительный, никакие ограничительные меры никогда ни к чему эффективному не приводили. Да, это будет ударом по рынку легального оружия, но пропадёт ли это оружие с рынка нелегального? Да я вас умоляю, в России за деньги сегодня можно даже танк купить секунд за 20. То есть, это абсолютно какое-то бестолковое решение. Повторюсь, любые запретительные меры, они всегда только криминализируют ту или иную отрасль, на которую они направлены. Давайте вспомним примеры вам, пожалуйста. Водку запретили по ночам продавать, что её продавать перестали? Да зайди в любой интернет сегодня. Вот прям сейчас на любой Яндекс, любой Гугл, водка, ночь, доставка. Он тебе выдаст там с десяток сайтов. Да чё там в интернет ходить? Каждый знает, у себя на районе есть там некий пьяный магазинчик, который работает днём и ночью, продаёт эту водку. Там куча алкашей возле этого магазина вечно тусуются. И этот магазин охраняет милиционер, там или даже целый наряд полиции, там или Росгвардии. Просто они ушли в тень, они продают сейчас эту водку из-под полы, но открыто. Они ни от кого не приятны, всё то же самое было с казино. Запретили казино, они куда-то девались. 11 лет прошло, нам пропагандисты рассказывают, они ушли в подполье. Да не в подполье они ушли, они даже на тех же самых местах стоят, на которых стояли до 2009 года. Просто стояли, они там были казино, сейчас это какие-то условные учебные центры или что-то ещё, там покерные дома. Вот и всё. Поэтому здесь, ну, ограничат рынок легального оружия. Оно уйдёт всё в нелегал. Как продавалось, так и будет продаваться. Поэтому мне непонятно. В очередной раз вот эти вот меры, которые ни к чему не приведут, абсолютно бестолковые меры. Поэтому я говорю, я вот здесь против всех этих конспирологических теорий. Что там у нас оружие сегодня в некоторых республиках наших замечательных можно вообще просто на рынке пойти купить. Да в интернете. Пожалуйста. Вот если есть деньги, если есть желание, кто ищет, тот всегда найдёт. Поэтому, как по мне, вот здесь надо было именно проверять саму цепочку. Кто выдаёт эти разрешения, а не вот этой ерундой заниматься. Ну и, конечно, наши граждане меня в очередной раз порадовали. Которым хоть кол на башке тиши, у них мозгов в голове от этого не прибавляется. После того, как у меня заблокировали ролик на ТикТоке о казанских событиях. О казанских событиях. У меня в тренды вышел другой ролик старенький. Я его записывал там, может быть, месяц-полтора назад. А то он был как раз по поводу заборов вокруг школ и решётках на окнах. Я тогда спрашивал, зачем? Мы что, тюрьмы, что ли, создаём сразу? Детей сидеть приучаем? И вот этот ролик вышел в тренд, и огромное количество дебилов появилось, которые под этим... Вот, идиот! Сейчас-то ты понял, для чего строятся эти заборы? Ребят, да не я идиот. Во-первых, и ссылались все на эту казанскую трагедию. Во-первых, давайте вспомним, что вокруг той казанской школы тоже стоял забор. И тоже были решётки на окнах. Но это не помешало придурку. Зайти в эту школу и расстрелять 20 с лишним человек. Это во-первых. А во-вторых, если вы были невнимательны, так я вам довожу сегодня. Вот эти самые заборы, вот эти вот самые решётки, они просто стали для этих детей ещё и ловушкой. Дети просто не смогли убежать, и они вынуждены были сидеть в этой ловушке и ждать своей участи. Но, повторюсь, русскому Ване всё нипочём. Мы же никого слушать не хотим уже. Путин наш президент, и всё, здравый смысл целиком и полностью отсутствует. Как-то так. Увидимся, услышимся. Всё, пока. Пока.